МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас с вами в меню азиатский десерт. Начинаем с теста. Для него нужна клейка рисовая мука или же мука для моти 200 грамм. Туда добавляем 2 грамма соли, вмешиваем ее. И муку, конечно, можно еще просеять, но не обязательно. И далее добавляем воду кипяченую, но не кипяток, а горячую. То есть немного остывшую, 3 столовые ложки. И вмешиваем ее сначала палочками для еды. Далее переходим на руки и затем уже замешиваем, как обычное тесто. Замешиваем, ну, относительно долго, может быть, там, 5-7-10 минут. Главное, чтобы оно было мягкое и однородное. Вот обратите внимание, какое оно должно быть, текстура. Может быть, менее липкая, у меня чуть более липкая. По необходимости вы добавляете воду в ваше тесто, чтобы достичь нужной текстуры. И затем кладем его, покрываем какой-нибудь пищевой пленкой, чтобы оно не подсохло. И кладем его немного настояться. За это время подготовим китайские финики или жунами сушеные. Мы должны будем удалить из них семена, косточку, удобную вам образ. У меня изначально были без косточек. И затем нужно будет их раздавить, точнее, раскатать скалкой. У меня скалки не было, вот делаю это бутылкой. Далее мы их должны будем скрутить в ролл, то есть, вкрутить как бы друг друга достаточно плотно. И после этого нарезаем на тонкие кусочки. То есть, получается, у нас кружочки тонкие. Или же, если смотреть на них в разрезе, это будет похоже на форму цветка, как ее называют в Корее. Вот такой вот цветок. Далее занимаемся сладкой пастой из фасоли адзуки. Ее мы должны разделить на 12 шариков по 8 грамм каждый, около того же. И формируем шарики. Или же можно так в ладони прижать, чтобы была более удобная форма, когда мы будем уже делать саму форму пирожка. Такую пасту, как ее приготовить, было в одном из моих предыдущих видео. Я еще в комментарии в описании под видео оставлю на него линк, чтобы легко было увидеть, как приготовить дом. Но можно купить в магазине азиатских товаров. Возвращаемся к тесту. После того, как оно немножко настоялось, мы держали его в холодильнике. Или же, если не жарко, то можно и на кухне на столе. И вот это вот клейко-рисовое тесто мы должны разделить на 12 равных частей. Сколько все пропорции у нас на 12 штук вот этих самых пирожков. Я их вот так вот разрезаю вот таким вот образом, чтобы быть более уверенной, что они у меня получатся одинаковые, потому что я ничего на весах не взвешиваю. И далее вот этот каждый кусочек мы сначала с вами скатываем в шар, чтобы нам просто было удобнее для более идеальной формы. И разминаем вот этот шар пальцами, начиная с центра, как бы раздвигая в стороны, чтобы у нас получились ровные круги диаметром около 6 см. Так, чтобы они были, мы могли быть уверены, что они у нас получатся вот одинакового размера, то есть в конце пирожки. И вот эти вот самые круги, чтобы они у нас с вами не заветрились, мы их заворачиваем в полиэтилен или влажную хлопчатую бумажную ткань и отставляем вот ее пока что в сторону. За это время мы нагреваем далее уже сковороду с кунжутным маслом, можно с растительным маслом. Одна столовая ложка в общей сложности, может быть, одна-две столовые ложки у вас уйдет. Нагреваем на слабом огне сковороду и готовим вообще на слабом, очень тихом огне все время. Вот этот самый десерт, эти самые пирожки. Нам нужно будет вот это тесто пропечь с одной стороны до появления такого легкого золотистого румяца и затем перевернуть на другую сторону при помощи спатулы, лопатки. Далее добавляем вот эту пасту из красной фасоли, которую мы подготовили по кусочку на каждое, кладем его как бы немножко сбоку, чтобы более удобно и проще сложить вот эту форму, вот этот круг пополам. И вот так вот прижимая края, мы их слепляем друг к другу, чтобы склеить их, то есть мы их склеиваем, прижимая ложкой. Вот так вот. Будьте аккуратны, не обожгитесь, потому что все-таки сковорода будет нагрета, так что будьте аккуратны. Теперь нам нужно украсить это сверху кусочками унаби, те самые, которые мы подготовили с вами для украшения. Это, как правило, делается, но можно и пропустить. Готовые пирожки мы перекладываем на тарелку, чтобы они остыли, их едят уже подостывшим, но можно теплым, я теплым тоже люблю. Можно полить сверху медом или посыпать сахаром, по желанию. Они и так будут сладкие за счет той сладкой пасты, которая внутри, но я люблю лично их немножко медом сверху полить. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!